Девушки отдыхают Очень удачливые души Очень удачливые Очень удачливые души 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 Им удачливых душ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ари, Кришна, Кришна, Ари, 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 Рама, Ари, Рама, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ам... 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 Сегодня Шри Кришна Джанмаштами явление Господа Кришны, поэтому... И поэтому мы почитаем 10-ю песню Шимадбхагаватам, которая называется «Сумумбонум» или «Конечное прибежище». Десятая песня называется «Ашрая». Десятая тема Шимадбхагаватам. Или «Прибежище». Глава первая. Пришествие Господа Кришны. Текст второй. Ядовчатхармашиласья. 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 Нитараммунисаттама. 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 Татрамшинаватирнасья. Татрамшинаватирнасья. Вишнур, Вишнур, Вирьянишамсана. Вишнур, Вирьянишамсана. Пожалуйста. Ядовчатхармашиласья. 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 Нитараммунисаттама. Нитараммунисаттама. Татрамшинаватирнасья. Вишно вирья нишамсана. Я дождь чадар маши ласья. Ни тарам муни саптама. От рамшена ватир на ся. Вишно вирья нишамсана. Матаджим. Ни тарам муни саптама. От рамшена ватир на ся. Вишно вирья нишамсана. Я дага. Яду или династия Яду. Ча. Также. Тар маши ласья. Кто были строго привязаны к религиозным принципам. Ни тарам. Высоко квалифицированный. Муни саптама. О лучший среди всех муни царь муни шукадева госвами. Татарам. В той династии. Амшена. С его полной экспансией Баладева. Аватир на ся. Кто появился как воплощение. Вишна. Господа Вишну. Вирья нишамсана. Великолепные действия. Шамса. Милостиво опиши. Милостиво опиши. Нага. Нам. Перевод. О лучший из мудрецов. Ты также описал потомков Яду, которые были очень благочестивы и были строгими привяженцами религиозных принципов. Теперь, если ты пожелаешь, пожалуйста, расскажи об удивительных прославленных деяниях Господа Вишну или Кришны, который появился в этой Яду династии вместе с Баладевой, своей полной экспансией. Комментарий о Божественной милости. Аббайчара винда бхактивиданта с вами. Шилвурпады кей. Брахма Самхита 5.1 объясняет, что Кришна источник Вишну Татвы. Ишварах Парамах Кришнах Сачитананда Вигра. Анадир Адир Говинда. Сарва Карна Каранам. Кришна, известный как Говинда, является верховным управляющим. Он имеет вечное, исполненное блаженство духовное тело. Он является источником всего. Безначальный он является источником всего сущего и причиной всех причин. Ясья иканишваситакалам адхабаламбья. Дживань Тилома Виладжа Джагат Анда Надхах. Вишнур Маханса Иха Ясья Калавишеша. Говин Дамади Пурушам Тамахам Баджами. Господь Брама, глава несчастливых вселенных, живет, пока длится один выдох Маха Вишну. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, лишь частью полной части которого является Маха Вишну. Говинда, Кришна, является изначальной личностью Бога. Кришна Сту Багаван Своям. Даже Господь Маха Вишну, кто своим дыханием создает многие миллионы, миллионы вселенных, является Калавишеша, Господа Кришны, или полной частью полной части. В Маха Вишну полная экспансия Санкаршаны, кто полная экспансия Нарайны. Нарайны полной экспансией Чатурьюхи, а Чатурьюха полная экспансия Баладевы, первого проявления Кришны. Поэтому, когда Кришна не зашел с Баладевой, вся Вишна Татва появилась с ним. Махараджа Парикшат просил Шукадеву Госвами описать Кришну и его великолепные действия. Другое значение может быть получено из этого стиха следующим образом. Хотя Шукадева Госвами был самый великий муни, он мог описывать Кришну только частично Амшина. Никто не может описать Кришну полностью. Говорят, что Анантадева имеет тысячи голов, но хотя он пытается описать Кришну тысячами языков, его писание все еще неполное. Амм... Махараджа Парикшат Махараджа Парикшат Парикшат Итак, сегодняшний стих – это самое начало 10-й песни Шримад Бхагаватам. И есть определенная между всеми песнями Шримад Бхагаватам, есть определенная связь. И есть также связь между 9-й песней Шримад Бхагаватам и 10-й песней Шримад Бхагаватам. Кто знает, какая главная тема, такой красной нитью, тема 9-й песни Шримад Бхагаватам? Красной нитью? Ну, вопрос сложный, ладно, я отвечу. Главной нитью, или красной нитью, 9-й песни Шримад Бхагаватам является описание двух династий. Кто знает, что за династия? Да, Сурья-Вамша и Сома-Вамша. Лунная династия и Солнечная династия. Кто явился в Солнечной династии? Румачандра явился, да. А в Лунной династии? Кришна. И Шукад Бхагаватам начал описывать, он написал для затравки. Это уже такие последние главы 9-й песни. Он написал сначала, он написал Солнечную династию и некоторые, некоторые игры. Господа Румачандры. Затем описал Лунную династию. И Лунную династию он написал, начиная от царя Яити. Вот это не самый такой яркий, яркий представитель. Это, помните, царь Яити, который соблазнился служанкой своей жены. И его жена была дочерью кого? Шукрачария. Да, и Шукрачарий его проклял, и он стариком стал. И он начал обращаться к своим сыновьям. Отдайте мне вашу молодость, заберите мою старость. Там сыновья почти все отказались, он их проклял. И Хрена редьки не слаще, да? Вообще, в ведические времена, Дхарма, такое дело, нужно было быть осторожным. Проклятие с любой стороны можно было ожидать. Как, знаете, как у нас в Кали-югу тут матюгаются, с любой стороны вот вышел на улицу и слышал, в те юги проклятие могли быть. С любой стороны нужно было, знаете, так аккуратным быть. Потом он начал описывать династию Пуру, династию Бараты. Это все, знаете, одна лунная династия, разные династии. Вот. Ну, разные как бы роды, что ли. Династии сыновей Яяти. Все это описывает, описывает. И подошел, подошел, подошел. И, наконец, подошел последняя глава, 24 глава, 9-й песни Шамадбхага. В этом так и называется. Кришна – верховная личность Бога. И начал рассказывать, рассказывать о Кришне. Он перечислил потомков, предков, вернее, Кришны. Длинное такое, длинное описание идет. Дошел, наконец, до Васудевы. Сказал, у Васудевы было много жен. А сколько жен было у Васудевы? Кто-нибудь помнит? Четыре? Восемь? Двенадцать? О! Пятнадцать! Джай! Ну, ну! Шестнадцать! Молодцы! С четвертой попытки. Шестнадцать жен. И какие главные жены были у Васудевы? Деваки и Рахиния, да. И здесь говорится, он уже заканчивает девятую песню тем, что главными из них были Деваки и Рахиния. И он перечисляет. Рахиния родила, смотрите, Рахиния родила сыновей, помимо Баладевы. Она родила Гаду, Шарану, Дурмаду, Випулу, Друву, Криту и других сыновей. То есть, у него много, оказывается, было. Так вообще не упоминается. Она такая была многодетная. Прочие жены Васудевы также родили ему много сыновей. И восьмым сыном Деваки стал сам Верховный Господь, избавивший мир от демонов. И на этом закончилась девятая песня. То есть, распалил интерес Махараджа Парикшна. Кстати, хочу сказать, что у Кришны было много братьев. У него были братья не только от Рахини. Это уже считается двоюродные братья. От других жен тоже у него были братья. И среди братьев были прославлены Паундрака. Кто такой Паундрака? Кто сказал, я Васудева. Это ложный Васудева. Кришна, это ложный Васудева. Я истинный. Это был его брат один из двоюродных. Также одним из его двоюродных братьев, он убил Паундраку, убил своего брата. Потом также у него был двоюродный брат, тоже известный во всех трех мирах, как Дан Тавакра. Дан Тавакра. Дан Тавакра – это олицетворенный гнев. Это был тоже сын Васудева, но другой жены. И также был Видурадха. Это все были демоны. И он их поубивал. Это у него братья были. Он братьев своих убивал. Но, правда, убивая своих братьев, Кришна даровал им не Саюджи Мукти, а Сарупья Мукти. И они в четырехрукой форме отправлялись на Вайкунхи. Вот, он им снисхождение делал. В основном демоны уходили в небо. В Брамаджоти. Вот. И так. И, наконец, вот связка вот этого, связка последнего вот этого стиха. Сейчас я последний стих прочитаю. Последние стихи. Буквально несколько последних стихов он посвящает Кришне. Девятой песне. Он говорит, «Желая пролить беспричинную милость на своих преданных, которым суждено было родиться в Веккали, верховная личность Бога, Кришна, вел себя таким образом, чтобы при одном воспоминании о нем можно было избавиться от всех скорбей материального существования». И потом он дальше распаляет желания Махараджа Паришта. «Слушая чистым духовным слухом повествования слави Господа, преданные Господа немедленно избавляются от могущественных материальных желаний и привычек кармической деятельности». Господь Кришна, потом он перечисляет другие династии, которые были союзниками Кришны. Господь Кришна, которым помогали потомки родов Боджи. Кто помнит, кто там был в роде Боджи? Такая известная династия Боджи. Как Боджи переводится? «Те, кто любят наслаждаться». И это были Кауравы. И Пандавы. И были Пандавы. Вот. Потом Вришни, Адаки, Маду, Шурасены. Шурасены. Шурасены – это Шурасена – это отец Кавам. Васудевы, да. То есть Васудева – это вот еще одна династия. Дашархи, Куру. Куру здесь перечисляется. Сринджаи и Панду. Вот они здесь, Куру и Панду, вот так вот разделяются. И он совершил много-много удивительных деяний. И дальше он описывает его качества. Он говорит, своей пленительной улыбкой и своей любовью, своими наставлениями, необыкновенными подвигами. Например, такими он поднял холм Гавардхан. Господь подарил радость всем людям. Потом начинает прославлять Кришну. Как выглядит Кришна? Он говорит, лицо Кришны украшают серьги в виде акул и много-много других драгоценностей. И раз он начал с этих вот, с акул, сережек, он дальше прославляет его уши сразу. Его уши безупречно прекрасны. Его щеки гладкие. Улыбка пленяет каждого. Его образ – это праздник для глаз. Жиганат Балдевсу Батар Майки. Поэтому преданные гневаются на Творца за то, что моргание век мешает им беспрерывно видеть Кришну. Это на кого он намекает вот здесь вот? На гопья намекает. То есть он распаляет его желания. Он родился в семье Васудевы. Потом оставил сразу же, почти сразу же, отчий дом и направился в Авриндаван, чтобы наслаждаться любовью самых-самых своих близких, предных. В Авриндаване он дальше говорит, он убил много демонов. То есть это буквально в нескольких стихах идет краткое, очень краткое, очень сжатое сутрами повествование о жизни Кришне. Потом он убыл в Матхуру, потом поселился в Двараку. И интересно, он говорит, чтобы утвердить в обществе принципы семейной жизни и законы ведических писаний, он взял в жены много красивых женщин. 16 108. Из них 16 тысяч он взял тех, кого не надо было брать, нельзя было брать. Потому что они были ужасны, не просто их коснулся кто-то, они были осквернены. Они были осквернены демоном, Баумасурой. Но Кришна их взял. И это противоречие, чтобы утвердить в обществе принципы семейной жизни, он взял, так сказать, оскверненных падших женщин взял. Ладно бы одну, а сколько? 16 тысяч. Представляете, какой нектар, 16 тысяч падших женщин в жены. В жены. И поэтому естественным образом он распаляет, усиливает желание желание Махараджи Парикшата услышать обо всех этих его деяниях. И совершил многочисленные жертвоприношения, совершил многочисленные жертвоприношения в свою честь. Представляете, что творит? Не в честь там коня, например, а в свою честь. Потом, что он сделал? Он посеял вражду между своими родственниками, которые были для земли тяжелым бременем. Представляете, что делает? Одним своим взглядом он уничтожил всех грешных царей на Курукшатре. По сути дела, по сути дела, здесь открывается вот секрет, как были убиты все воины на Курукшатре. Представьте, там было 600, 640, 640 миллионов и осталось всего лишь 10 человек осталось в живых. А 640 миллионов. Как он обещал, он оставил пятерых пандавов, он оставил Юютхану, своего главнокомандующего, или Юютсавага его зовут, его сына Юютсу, потом оставил Критаварму, Ашватхаму, ну и себя, себя тоже оставил. Потому что, потому что колесничих там тоже убивали, там коней убивали, там колесничих убивали, там убивали самих воинов, всех убивали. Вот, и вот, всего 10 человек остались в живых. И, наконец, он продолжает, он рассказал Удове о законах духовной жизни и преданного служения. И после чего в своем изначальном облике вернулся в свою обитель. И можно проследить в течение всей 10-й песни можно видеть, как царь Парикшет вот этот переход от 9-й песни к 10-й песне он запомнил. И когда он задает вопросы, эти вопросы именно связаны со всеми вот этими стихами конца 9-й песни. Он спрашивает, почему Кришна появился в Лоне-Деваке, почему он своего дядю Камсу убил, почему он того-то убил, того-то убил, а почему он женился на 16 тысячах царевин, расскажи. Вот то есть вот все отсюда. И наконец, и наконец первый первый стих 10-й песни Шамадбхагава царь Парикшет сказал, мой дорогой господин, ты подробно описал династии как Бога Луны, так и Бога Солнца вместе с возвышенными и замечательными их, замечательными качествами их царей. И в нашем стихе он говорит, ты так же описал потомков яду, которые были очень благочестивы и были строгими приверженцами религиозных принципов. Теперь, если ты пожелаешь, очень смиренно, вот в этом случае он специально говорит вот это слово, если ты пожелаешь, чтобы показать свое смирение, потому что он понимает, что игры Кришны, они делятся на сокровенные и не очень сокровенные. И он очень хотел, чтобы он рассказал так же очень сокровенные игры, которые проходили во Вриндаване. И поэтому он сказал, если ты пожелаешь, очень-очень смиренно, пожалуйста, расскажи об удивительных прославленных деяниях, и он издалека заходит Господа Вишну или Кришны, видите, так смиренно очень, который появился в этой династии Яду вместе с Баладевой своей полной экспансией. И он намекает, что про Баладеву тоже не забудь, про Балараму тоже расскажи, нам тоже это интересно. И на самом деле Шугадев был очень доволен этими вопросами. Он потом задает сразу серию вопросов, и эти вопросы вот прямо по вот этим последним стихам девятой песни. почему Верховный Господь покинул своего отца Васудеву и отправился в Вриндаун к Наде Махараджи? Что он делал в Матхуре? Почему он убил Камсу, брата своей матери? Такое убийство не поощряется шастрами. Сразу зацепился. Он не имеет материального тела, но почему он как живое существо воплотился? Казалось бы, вот его можно было тронуть, пощупать, температуру тела его измерить. Иногда в сражениях у него кровь текла, теплая, нормальная кровь. Кровь. Как? Он же Верховный Господь. Как так? Сколько лет он жил вместе с потомками в Ришни? На скольких женах он женился? Сколько лет он прожил в Вараке? И тогда, когда Вагасаме говорит о лучшей, он знаете, он не просто говорит о лучшей из царей. А он говорит о лучшей из всех святых царей. И поэтому Джива Господь говорит, что вообще освобожденную личность называют Махабхагавата. Но первого самого возвышенного среди Махабхагават его называют Махабхагавата Махан. И вот он говорит Махабхагавата Махан это Махараджа Парикшит за то, что он задал такие важные вопросы. А тот, кто отвечал на эти вопросы, того зовут Махабхагавата Махан Махан Махан. И поэтому он называет лучших из святых святых царей. И он говорит, я тебе хорошо, я тебе расскажу о Кришне. Расскажу о Кришне по нескольким причинам. Первая причина, потому что тебя так сильно влечет к рассказам о Кришне. Второе, твой разум прочно утвердился в духовном понимании. И третье, вот это влечение, оно не то, что непрерывно, оно определенно возвышено. И этот стих нас связывает с первой песней Шимадбхагаватом, вторая глава, шестой стих знаменитый. Давайте вместе его прочитаем. Кто знает, конечно. То есть он показывает, что очень-очень доволен. Он говорит, Ганга очищает все три мира, высшие, средние и низшие планетарные системы. Подобно этому, когда кто-то спрашивает об играх и качество Господа Васудевы Кришны, очищаются три вида людей. Вот смотрите, кто очищается. Смотрите, кто очищается, когда идет Кришна Катха. Первое, очищается говорящий. Второе, очищается тот, кто спрашивает. и третье, кто? Все остальные, все, кто служит. Ариго! Уставшими голосами сказали остальные. Вот, и в этот день очень благоприятно вспоминать о Кришнах. Здесь вот в этом стихе, в этом стихе или в комментарии Шилл Пурпада очень коротко, брифли, что ли. Он указывает, он рассказывает величие, величие Кришны. И он говорит вот интересную вещь такую. Он говорит, что он перечисляет. Кришна это верховная личность Бога. И дальше идет иерархия всех экспансий Кришны. Первая экспансия Кришны это кто? Баладева. Правильно. Баладева. Я хотел бы уточнить. А какой Баладева? Какой? Ну, ежику понятно, что Баларама. Баларама, Баладева. Балабхадра, а? Нет. Санкаршана он второй, даже третий. Какой Баладева? Вриндаванский Баладева. Вриндаванский. Потому что Баладева, который в Дварыке, это уже Санкаршана. Он уже все, он уже Санкаршана. И Кришна, который в Дварыке, он уже не Кришна сту Багаван Своям, он не Своям Рупа, он не изначальный Кришна. Это уже экспансия Кришны, Ва-Судэва. Это Кришна, Кришна в Дварыке, это уже Ва-Судэва. Вот она. Вот она первая, вот она первая Четырвьюха. Дальше идет первая Четырвьюха. Это Ва-Судэва, Санкаршана, Прадюмна и Анирутха. И что интересно, смотрите, смотрите, я просто хотел показать, насколько мы все удачливые, что мы можем слушать десятую песню от Багаватам, читать или слушать книгу Кришны, например, можем. Смотрите, даже, даже в Я-Судэва, даже в Я-Судэва, даже Нарада, даже они не повторяли мантру Харе Кришну. Они повторяли мантру Ом-Намо Багавате Дубьян Ва-Судэва Этхи-Махи Прадюмна и Анирутха Я Намма Санкаршана Эте То есть они как раз перечисляют Перечисляют Ва-Судэву Санкаршану Прадюмна и Анирутху. Это Кришна, Который Свои игры проявлял в Матхури и Двараке. Но не во Вриндаване. Даже в Я-Судэве. И поэтому и поэтому и поэтому и поэтому чем чем отличается повествование в Я-Судэве, который поведал Шимадбхагаватам от повествования Шукадевы Гасвами. Помните помните вот в этом стихе во втором стихе говорится как там говорится Праджжида Хайтава Хайтава Праджжиха Сейчас, подожди, первую строчку я забыл. Дармаха Праджжида Хайтава Парам Манирмад Саранам Сатам Вендям Ваставам Аттравасту Шивадам Тапатарам Трайом Моланам Шимадбхагаватам Ахамуни Критты Кимбакар Ир Ишварах Сандзех Риди Аваруттят Тетра Криттим Он говорит, что Шукадева Госвами Павел Багаватам И он И он И он Как попугай Его сравнивают Как попугай Не то, что он повторил Шимадбхагаватам Нет Нет Не это главное А главное, что Он попробовал Шимадбхагаватам И попугай Попугай Он пробует Только самые Сладкие Самые Вот зрелые Перезрелые Он никогда не попробует У них есть Какое-то мистическое чутье. Он подлетает и не пробует. Вот один попробовал, другой попробовал, третий попробовал, четвертый и выбирает из них. Он прям знает, он прям летит, он видит, он знает, вот этот плод на дереве самый сладкий. И он пробует самый сладкий и самый нектарный плод. И никто не может понять, откуда способность такая у попугая. Точно так же, как никто не может объяснить, откуда вот эта способность у Раджахамсы или Лебедя, такой царь-лебедь его называют еще, он может отделять молоко от воды, смешать молоко с водой, он отделяет. Никто не может объяснить, как это происходит. Никто не может объяснить, как вот у коровы получается вот такое вот молоко. Никто не может объяснить, как суть религии. И поэтому Шукадева Гасвами, когда он, и говорится, что когда попугай пробует этот плод, он самый-самый лучший на дереве, он становится еще слаще. И это тоже факт. Это не просто какая-то метафора, это действительно факт. И в Индии пацаны, они знают, когда они лазают по деревьям, они смотрят, они ищут специально плоды, которые надклюнул попугай. И они их берут. Они знают, что это самый-самый сладкий плод. Они знают, почему, но знают, что именно попугай. И поэтому Шукадева Гасвами, так как Шукадева Гасвами изначально из Вриндавана, он вот так вот нектарно раскрыл вот эти вот игры во Вриндаване. Весадева, ну, не смог он их так раскрыть. У него бава другая. У него воплощение, но другое. Другое воплощение. И поэтому поэтому и говорится, что Шукадева Гасвами, когда он рассказал Шимадбага, то он стал еще слаще. И поэтому, хотя Шукадева Гасвами и говорит, тут интересную такую вещь говорит. Хотя Шукадева Гасвами был самый великий муни, он мог описывать Кришну только частично. Амшина, говорится. И никто не может, говорится, описать Кришну полностью. Говорят, что Ананта-дева имеет тысячи голов, но хотя он пытается описать Кришну даже тысячами языков, они неполные. И вот я тоже медитировал над этой фразой. Почему? Почему? И здесь есть такой очень простой-простой ответ. Ананта-дева он не бывает во Вриндаване. Его место это другое Ананта-девы. И в этом раз он не бывает во Вриндаване, как он может описать Вриндаванские игры? А Шукадева Гасвами, так как он является попугай, да, Шимати Радхарани, он может описать эти игры во Вриндаване. И все равно так же, и с другой стороны, он не может их описать, потому что так же игры во Вриндаване они бесконечны. Сама десятая песнь, сама десятая песнь, она начинается в такое небольшое философское вступление, и дальше сразу же она начинается с интригующих событий, точно так же, как Махапхарата. Махапхарата тоже начинается с интригующих событий, чтобы захватить слушателей. И точно так же десятая песня «Свадьба Васудева Деваки». И вдруг голос с неба. И причем, несмотря что Деваки, вообще, она была не родной сестрой Камсы, она была двоюродной сестрой Камсы. И несмотря на это, Камса ее очень-очень любил. Очень любил ее больше, чем своих всех остальных других сестер. Любил. Почему? Потому что Деваки, помимо того, что она была очень-очень красивая, самой-самой красивой она была, мало того, Деваки обладала всеми самыми лучшими качествами, какими могла только обладать такая вот ведическая женщина или ведическая Матаджи. Она была как бриллиант. И все это знали. И представьте, Камса, чтобы подчеркнуть это, что она Деваки, моя самая любимая сестра, он, несмотря на то, что он был тогда, он не был еще царем, царем был тогда у Гарсена, он был принцем, но он был наследным принцем. А к наследному принцему относились как к самому царю. И он был, он демоном был, он гордым был и так далее, такой нрав у него был. он, несмотря на это, стал колесничем своей сестры. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что он очень любил ее. Он не стал колесничем там кого-то, он стал колесничем. Это говорит о великой предности. И точно так же, Кришна стал колесничем Арджуны. Это подчеркивает, что Кришна был очень близким другом Арджуны. Поэтому он стал его колесничем. То есть, Кришна спустился до уровня Шудры. И Камса спустился до уровня Шудры, чтобы править этой колесницей. Вот, интересный такой момент. И он был очень рад, он знал обо всех достоинствах Васудевы. Он считал, что Васудева это достойный муж там и так далее. Вот, и он был очень счастлив, он был доволен. И такая радостная процессия скачет, и у Камсы широкая улыбка на лице, он счастлив за свою сестру, и вдруг голос с неба произносит, что восьмой, ты глупец, что ты лыбишься? Восьмой, восьмой сын, восьмой сын, девочки, твоей сестры убьет тебя, а будет причиной. Причем он грозный такой голос, аж небеса такие прогремели. Вот. И сразу же его демоническая природа в долю секунды стала превалировать. он сразу понял, что делать. Вот к шатаре у них реакция молниеносная. Рассказывали такую, знаете, самурайскую, ну, чтобы подчеркнуть, вот эту вот историю, выхватил меч, да, Камса. Была такая самурайская история, что у одного самурая была очень красивейшая, красивейшая жена. И другой самурай ему завидовал. И он хотел овладеть этой женой, забрать у него. И он вызвал его на поединок и убил его. Убил его и забрал его жену. Но у жены, у жены был сын. И этот сын все это видел. И он поклялся, что придет время, я ему одним ударом просто срублю голову. Но этот самурай, он был действительно таким воином, что никто, никто не мог его победить. Никто вообще не мог победить. Когда он вырос, он начал искать учителя, кто его научит. И наконец он узнал, что живет какой-то в горах, живет какой-то монах. И вот он, единственное, он может его убить, но ему это не надо. И он пришел к этому монаху, и этот монах сказал, ну ладно, что с тобой делать, он мальчик еще был, я тебе научу всему лишь одному упражнению. И это упражнение было просто, он брал апельсин, подбрасывал этот апельсин, и нужно было в воздухе этот апельсин ровно, ровно, ровно на две половинки разрубить, четко, на две половиночки. и он его обучал, и наконец, и наконец он обучил ему такому приему, что он подбрасывал этот апельсин, и он, вынимая из ножен этот меч, и разрезал его. Это вот одно упражнение, тебе его достаточно будет. Все. И когда этот мальчик вырос, он этого приемного, так сказать, вот этого отца, он вызвал его, вызвал его на поединок. и они что сделали? Они, знаете, становятся друг против друга и поклоны приносят другу. Знаете, так поклонятся. этот юноша просто вытащил меч, и все, и головы уже нет. Все, одно упражнение. Я к чему говорю? Что Капса, он, видимо, владел этим упражнением, потому что он сразу же, он сразу же вытащил, как только услышал голос, вдоль секунды, он сообразил, он вытащил, он вытащил меч, чтобы обезглавить свою любимую сестру, представьте. Но Васудева, Васудева, он тоже был к шатаре, у него тоже реакция была, он быстро соображал, он сразу увидел, что сейчас голову отрубит, и он сказал, стой, стой, и сказал, подожди, дай сказать. И затем идет целый диалог Васудева, он пытался остановить Камсу, и в конце концов он сказал, ну пойми, это свадьба твоей любимой сестры, ты ее хочешь убить, ты во все века прославишься как убийца своей сестры. Это будет позор. И нужно было, знаете, сделать последнюю точку какую-то, какую-то последнюю точку нужно было сделать. Он сомневался еще, держа вот этот меч, он сомневался, и тогда Васудева сказал, я тебе обещаю, все дети, которые у меня родятся, я всех буду приносить тебе и отдавать, и делай с ними что хочешь. И так как Васудева был очень правдив, и все знали, что Васудева никогда, ни разу в жизни не солгал, он ему поверил, он подумал, зачем любимую сестру убивать, лучше будет рожать потихоньку детей, куда-нибудь я их спрячу, будет рожать, я их потихоньку поубиваю всех. И вот этот довод сыграл такую ключевую и окончательную роль, и он тогда не стал убивать дэвоки. Сам Камсон, его история была такова, что эту историю поведал народному не Камсу, Камси. Он пришел, ну, рассказал, когда он рассказал, что Васудева тебя на самом деле обманул, что он отнес Кришну во Вриндаван, и вот он пришел, вот он Кришна, твоя смерть. Он рассказал историю его прошлой жизни. Он сказал, ты помнишь, были времена, когда полубоги вместе с демонами пахтали океан? Он говорит, да, помню. И во время пахтания молочного океана, ты тоже там же был, ты так же тянул васуки, но был со стороны демонов, не со стороны полубогов ты был, и тебя звали Каланеми, и ты завидовал Вишну, и ты вызвал его на поединок, и в этом поединке Вишну убил тебя, вот. Но твой учитель Шукарчария, зная искусство сандживани или оживление мертвых, он тебя оживил. Ты ожил. И ты тогда, не чтобы тебе Вишну простить, ты его не простил. И ты стал совершать суровейшие аскезы на горе Мандара, чтобы потом доставить Господу боль, полугобогам доставить горе. И твоя аскеза состояла в том, что ты поклонялся Господу Браве, демоны поклоняются, демоны не поклоняются Вишну, они поклоняются как правило, они поклоняются как правило, ну, в основном, трём, трём богам или полугогам, они поклоняются Господу Шиве, они поклоняются Господу Брами, поклоняются, и иногда они поклоняются Ганеша. А, прошу прощения, Дурги. Дурги поклоняются. Потому что если удовлетворить Дургу, она попросит Шиву, Шива исполнит. Если какие-то материальные наслаждения нужны, удовлетвори Шиву, он попросит Дургу, она все исполнит. Вот у них вот такая вот. Вот такой вот хитрый был калинкор. И он пил сок травы Дурва, и поклонялся Брами. И прошло сто лет по летоисчислению полубогов. И он был такой худой, что он просто его кости обтягивала кожа. И мало того, вокруг возник муравейник. И тогда пришел, видите, очень похоже, очень похоже на Хероника Шипу. потому что Хероника Шипу был его братом. И в этом он посмотрел, как Хероника Шипу, какие аскезы совершал. И он подобные аскезы начал совершать, тоже Господь Брами. И тогда он попросил благословения, чтобы ни один полубог не смог убить его. И Брама тогда дал благословение. И он говорит, поэтому родившись у царя Уграсены, ты смог покорить всех полубогов. Вот они тебе кланяются, все полубоги. Потому что у тебя благословение есть, он Господь Брама. Вот откуда все это. Но он говорит, восьмой ребенок Деваки, это сам Верховный Господь. Это не полубог. И поэтому он-то как раз, он тебя и убьет. И как он родился, интересно, тоже Камса. Камса считался одним из самых-самых сильных демонов. Это были самые сильные демоны. Это были вот такие, как Джарасанха, это был самый сильный демон. И был Камса. Вот это были самые сильные демоны тех времен. И одного первого Камсу Кришна сразу убил, а Джарасанху он не стал убивать сразу, потому что ему нужно было побеждать Джарасанху, чтобы он собирал все новые и новые войска. Так бы Кришне пришлось по всем материкам путешествовать, искать этих демонов, убивать этих демонов. А тут Джарасанх их сам собрал, он их плюх, убил. Джарасанх живым оставил, тут опять собрал. И Джарасанх, надо же, он вроде разумный был такой, он браманов очень чтил, он всегда, о чем бы браманы его ни просили, он всегда выполнял их просьбу, он веды соблюдал, все, шастры знал, тхарму соблюдал очень строго, но вот вишну не любил, все. В этот момент все, и получился Джарасанха. он родился у Грассены, у Грассены тогда был одним из самых могущественных, праведных царей. И однажды его жена гуляла по саду, и мимо пролетал демон, очень могущественный тоже демон, которого звали, которого тоже практически никто убить не мог, полубоги не могли его убить, очень могущественно, Друмила его звали. И он, когда пролетал, он привлекся женой у Грассены, и чтобы не насиловать ее, он с помощью мистической мантры, прочитал мантру, и превратился в у Грассену. Стал очень, как две капли воды, похожим на у Грассену. И он подошел к ней и сказал, о, возлежи со мной, и так далее. И когда все это произошло, она поняла, что это демон. И она прокляла его и своего сына, который должен был у нее родиться, еще не родился даже. Она сказала, что я проклинаю тебя, тебе убьет сам господь Вишну. И господь Вишну убил Друмилу. История где-то в шастрах об этом описывается, но я не знаю подробности, как его господь убил. И также господь убьет твоего сына, который находится в моем череве. И Камса, когда он родился, и у Грассены, и она, они знали, что это ребенок от демонов. Это был таким, ну, нежеланным, скажем так, ребенком был. И в этой семье Камса он ненавидел своего отца и свою мать ненавидел. И поэтому, когда он захватил власть, он заточил в темницу своего отца у Грассена. И так как он был старшим сыном, все остальные, все остальные сыновья, они, самое интересное, они тоже были демоны. Вот смотрите, судьба какая. Это были демоны, все его братья, все восемь братьев его были демонами у Грассены, сыновья у Грассены. И они все пытались, пытались убить Кришну. И и их, и Кришна, и Баларама, они там всех борцов поубивали, и всех братьев, всех братьев Камсы, всех братьев Камсы, в конце концов, они убили. Это, знаете, такая вендетта. Вендетта, это когда ни одного из, нельзя оставить, иначе мстить будут. И поэтому они там всех братьев Камсы убили, всех его братьев убили. Ну, может, им вендетта не нужна была, они сами напали на них, но вот так вот получилось. Потом он взял, взял Камсу, сейчас в Матхурии есть храм Кешевый, огромное, большое, большое божество Кешевой. Это считается самым красивым храмом. Этот храм этот храм разрушали разрушали много-много раз. Первый раз первый раз его разрушил его разрушил, ой, как же его звали? Махмуд Газнийский разрушил. Он такой крестовый поход на два рука устроил, и там, и там, что эти мусульмане не делали? Они отовсюду, ну, представьте, там ворота были красивые, и так далее. Они даже в воротах выковырили драгоценные камни. Они прям везде, все. Там, например, идет улица, прямая улица к дворцу или к храму. И там, знаете, такие арки, арки, как ворота. И там были драгоценные камни разные. Они выковыривали отсюда золото, соскребали все, все почистую соскребли. И храм этот, и храм этот разрушили. Там даже секретарь Махмуда Газнийского, он он пишет, что они нашли в каком-то храме огромное, трехметровое божество Господа Вишну. И это божество Господа Вишну было сделано из чистого золота. И у этого божества были бриллиантовые глаза были. И они что сделали? Они выковырили у божества вот эти вот бриллианты, большие бриллианты были, выковырили. И потом переплавили это божество. И вот у меня такое есть предположение, я не знаю, это мое предположение такое есть, может быть это так, но может это и не так. Потом этот бриллиант, эти бриллианты, они попали к мусульманам. И они как-то передавались, передавались по наследству, и мусульмане зачастую друг друга убивали, там перевороты были. Набоб Хусейн-Шах, например, Набоб Хусейн-Шах там убил, убил царя. Потом у него сын был, его сына там другой кто-то убил и стал царем. То есть там такие вот вещи были кровавые. И поэтому вместе с этими вот эти бриллианты, они передавались куда-то. И потом я узнал такую историю в короне Российской империи, которая находится, которая находится в алмазном фонде в нашем. Там есть большой, большой, очень большой бриллиант, который стоит огромных денег. Один из самых больших бриллиантов, говорится, в мире стоит. И рассказывается, что у Екатерины Второй был фаворит. Как его звали? Граф? Правильно, Орлов. Граф Орлов. И граф Орлов захотел сделать Екатерине Второй, захотел ей сделать особый подарок. И он за огромные деньги купил у мусульман вот этот бриллиант. И вот у меня такое предположение, нет ли глаз? Глаз Господа Вишну. И потом, когда мы пришли в алмазный фонд, я пришел с Нарисим Хадевом, и Нарисим Хадеву предложил весь алмазный фонд вместе с короной Российской империи, вместе с этим глазом, с этим бриллиантом. И потом, потом после этого Лодий пришел, он разрушил этот храм, его снова отстроили. Потом Махмуд Газнийский разрушил этот храм, его опять отстроили. Потом мусульмане начали взрывать этот храм, построили рядом мечеть. Индусы в ответ взорвали эту мечеть. И постоянно то мечеть взрывалась, то это храм Господа Кешевы. Вот такие вот. И там Кешева переводится, Вриндаванский перевод Кешевы, это тот, кто убил демона Кеши. Во Вриндаване тоже есть божества Кеши. Кешева называют некоторые божества. Там же все-таки было, сколько там храмов было? Пять тысяч храмов, а сейчас уже семь с половиной тысяч храмов во Вриндаване. Все больше, больше становится. Вриндаван растет. А в Мадхури божество Кеши называют, что Кеши переводится как волосы. То есть от конь Кеши он переводится как волосы, волосатый такой, у него, видимо, грива, хвост такие большие были, Кеши его звали. А Кеши это волосы. То есть Кришна схватил Камсу за волосы и убил. И поэтому это Кришна тот, который схватил Камсу за Кеши, за волосы. Очень красивое божество. И Кришна схватил Камсу за волосы и протащил его по всей Мадхури, чтобы все видели, кто убил Камсу, чтобы видели, что это Кришна убил Камсу. И причем, когда он тащил его под мостовой, тело его было очень тяжелое, одежда изорвалась, и кожа разорвалась, и получилась целая река крови, получился желоб такой, вот это тело у него такое было. Знаете, у него ситха такая была, махима ситха. Махима ситха это принимать огромные размеры или становиться очень-очень тяжелым. И вот он его за волосы протащил, образовался желоб. Этот желоб до сих пор существует. Вот этот желоб, это был как канал из крови Камсы. И потом этот желоб, он ведет прям на Вишрам богат, и на Вишрам богате было оплакивание. Оплакивание Камсы и его братьев было оплакивание. И там-то Кришна успокаивал жен, жен успокаивал и предал кремации, кремации Камсу, кремировал Камсу. И пепел его в Ямуну. То есть Камсе повезло. На самом деле ему повезло. Потому что он отправился на Вайкунхи Камса. Вот Кришна убил дядю своего, понимаешь, братьев там поубивал своих. Такой. Почему? Потому что Кришна не является ничьим другом и ничьим врагом. Кришна полностью трансцендентен. Он доброжелатель всем живым существам. Даже когда он убивает. Даже когда он убивает самым же казалось бы жестоким образом. Потому что Камсу это у него была такая непростая смерть. Он когда приблизился к Камсе, Камса вынул меч, щит и начал наносить удары на Кришну. И Кришна уворачивался. Кришна уворачивался, уворачивался. Он так и не смог его этот меч задеть. Но в какой-то момент Кришна просто вырвал из рук его меч, выкинул его, выкинул щит, схватил за волосы, стащил на помост, потом запрыгнул и начал кулаками его просто бить. У него такая была смерть такая. И бил его, пока не добил его. И в грудь бил, и по голове его бил. Просто там отбивная была. Потому что Камса он был очень сильный, его не так просто было убить. Его полубоги не могли убить. Кришна его убил Камсу. Но он получил освобождение, но в Айкунхе пошел. Вот это Кришна. Харе Кришна. Можно задать несколько вопросов. Да. Ну, сюда. Ари Кришна, дорогой Махараш, большое спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, какая четвервьюха была произнесена? Ну, эта четвервьюха получается была, вот вы произносили длинную шлоку, рассказывающая о том, что Кадеога с вами подобен попугаю. Можно конкретно, ну, ну, то есть какая-то песня. Это четвервьюха была, или что, как это? Четыршлока это была, или длинную шлоку произнес? А это второй текст к Шиман-Бхагаватам. Второй по счету. Есть самый первый, а это самый второй. Это самая вторая шлока. Это, ну, по сути дела, это вступление к Шиман-Бхагаватам. Омна-мо бхагавате и так далее. И вторая. Дхармаха пароджатакай таватра параманирмат саранам сатам. Ну, и третья. Третья. Нигамакал патарор галитам бхалам шукамухан. Вот. Это три вот эти шлоки. Что он такой сладкий нектар, его можно пить и пить бесконечно пить. В третьей шлоке говорится Шиман-Бхагаватам прославляется. Так и что? Что там с Анкаршана пройдем на Нерудхачева? Ну, я вам скажу, что Васудева это сам Кришна, который свои игры в Матхури проводит и в Двараке. Баладева, он же Санкаршана, это Баларама, который проводит там же свои игры. И так же Прадюмна и Анирутха. В духовном мире есть Дварака, есть Матхура, и там они проявлены. Вот такие вот. Там они вот так проявлены. Проявляют свои игры в Двараке и Матхури. Я не рассказал. Идет Баладева Вриндаванский, потом идет первая Четырюха. И первая Четырюха это вот Васудева Прадюмна, Васудева Санкаршана Прадюмна и Анирутха в Двараке и в Санкаршане. Потом от них идет Маха Нарайна идет. Это главная планета Вайкунхи. И от него от Маха Нарайны идет вторая Четырюха. И вторая Четырюха вторичная, она находится на каждой планете Вайкунхи. Находится. И потом уже Нарайна в 12 формах по названию месяцев, 12 месяцев. И они там сменяются на Вайкунхах каждый Нарайна, каждый месяц. У них там духовные месяца какие-то есть. Я вот не помню, сколько они там блятся. Они там сменяются, каждый Нарайна сменяется. И только потом, только пойдем идет Маха Вишну. И из Маха Вишну, говорится, исходят миллионы, миллиарды вселенных Шива Пурпады, Но я добавлю, мало того, что исходят миллиарды вселенных, исходят миллиарды Гарпа Дакаша и Вишн, миллиарды Шив Брам и миллиарды Кшира Дакаша и Вишн. И миллиарды, миллиардов, миллиардов, миллиардов параматум. Вот это вот Господь. Вот его аспект бесконечности. Аспект его бесконечного проявления. В каждый атом даже он входит. Вот. Второй. Второй вопрос. Как усилить медитацию на наставления? На кем наставления? Старших. Старших городов. А, усиливать 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 медитацию. Ну, зачем наставления даются? Чтобы их выполнять правильно, чтобы действовать. Чтобы действовать. И вначале нужно промедитировать как я буду действовать сам. Как я буду действовать? Что делать для этого? Что прям? Можно прям план составить. Можно в календаре прям у тебя каждый месяц расписать, что делать для этого. Можно. И также можно промедитировать на то, если у меня это получится, как я буду еще вдохновлять других этому следовать. правильно? Правильно? Спасибо. А чтобы медитировать правильно, чтобы правильно действовать, нужно медитировать. Напишите у себя в компьютере на заставке, чтобы там прямо написано было это наставление. И все, оно будет постоянно у вас перед глазами. Будете постоянно медитировать. в советские времена я помню, я помню, на столах всегда было такое стекло. У кого-то такое настоящее стекло, у кого-то оргстекло. И там самые-самые вещи мы записывали, так клали под стекло, чтобы это было видно. Так что положите себе стекло и под стекло. Бумажку засуньте. Хорошо? Еще вопросы? Спасибо, Игорь Михайлович. Я вот хотел уточнить по поводу бриллиантовых глаз Господа Вишну. Это легенда? Да, мне вот непонятно. То есть Дварака вроде бы после того, как Кришна оставил планету, она была погружена под воду. Это не Дварака, это в Матхури это божество было. Это в Матхури божество было, это. Не в Двараке. Вот сюда, пожалуйста. Харьба Махарадж, туда не получится. А можно в Афарасе? Кали и Юга, все без очереди лезут. Пока далеко не ушел микрофон. Вот скажешь, пожалуйста, вот вы только говорили, что Кришна высшей верховной Личности Бога, у него нет друзей-врагов, в то же время, мы знаем, в Баговадгите там написано, ты мой лучший друг, поэтому я тебя открываю. Вот как вот это совместить? А он говорит, это самое сокровенное знание. Поэтому сокровенное знание, друзья, все-таки есть. Вот просто обычное знание для всех. Нет ни друзей, ни врагов, все равно ко всем отношу. Но сокровенное, там кто-то вот все-таки есть. Спасибо огромное. Там кнопочку, кнопочку нажмите, пожалуйста. Вот у меня три вопроса. Скромно. Сразу что. Вот почему иногда в Шримад Багава и в Махабхара там написано немного разное? По Махабхарите там панды все ушли одновременно и умирали по очереди. А в Шримад Багава там они, ну в общем, все сразу ушли в духовный мир и тоже, ну в разных местах. Ну они это не вместе в общем делали. Дело в том, что Махабхарату вот сколько сампродай, то есть очень много, очень много вариантов Махабхараты. Сейчас смотрят их там десятки, а может сотни даже. Очень много вариантов Махабхараты и в каждой Махабхарате там по-своему написано. Вот. И Махабхарата именно тем страдает, что есть неточности. В одной Махабхарате так написано, в другой Махабхарате по-другому написано и так далее. Швидхаму правда что говорят, что там Кришна проклял? Кого? Ну там же в Махабхарате говорится, что Кришна прокляла Швидхаму скитаться там чуть ли не вечно. Вот это правда или нет? Вообще у нас беспрекословный авторитет это Шимат-Бхагава. Надо посмотреть, как в Шимат-Бхагава там сказано, потому что в Шимат-Бхагава там уже определенный план Господа был, чтобы он передавался вообще без искажений, чтобы там было все. И поэтому Кришна так устроил, что за эти пять тысяч лет Шимат-Бхагава там переписывался, но он переписывался очень четко вообще переписывался, без всяких. А Махабхара-то вот нет. Махабхара нет. Поэтому сложно сказать. Ну а Швардхама, Шаврам Махарадж объясняет, похоже, что да, похоже, что да, и а Швардхама это понимал, и в какой-то момент он понял, что единственное, что может его спасти, это земля Враджа. Поэтому он отправился во Врадж, и во Враджа совершал суровые аскезы. И рядом с Варшаной есть роща, которая называется роща и кунда, кунда, которая называется Джварихвала-Кунда. на берегу этой кунды в чаще. У него даже, по-моему, даже баджанкутира нет, даже нет хижины. Никто не видел этой хижины. Просто вот живет Баба, которого зовут Джарихвала-Баба. Его видели только самые удачливые очень-очень редко и рассказывают. И причем этого Бабу видели, знаете, очень-очень давно, там, несколько десятков лет, и в прошлом столетии его видели, этого Джарихвала-Бабу. И сейчас кто-то его видел даже. И он постоянно повторяет святые имена. Он повторяет, не знаю, громко или нет, но с энтузиазмом. Ареи, Кришна! Ареи, Кришна! 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 Ареи, Ареи! Ареи, Рама! Ареи, Рама! 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 Ареи, Ареи! Постоянно повторяет святые имена. Ночью его увидел бы кто, днем, утром. Вот, он постоянно повторяет святые имена. И по местной традиции, по местной традиции, все считают, что это никто иной, как Ашватхама. Ашватхама, вот он постоянно повторяет святые имена. Он оскорбил Дарупади, оскорбил Кришну, оскорбил Пандавов, он оскорбил, да, и он замаливает, он замаливает, так сказать, вот. Говорится, Бахтенат Хакур говорит, если, если ты оскорбил Вайшнава, это либо нужно прощение у него попросить, пасть к его стопам, омыть слезами его стопы лотосные, да, либо сутками напролет повторять Харе Кришну Магмандру. И вот он вот так вот. Но Ашватхама, это частичное, это частичное воплощение самого Господа Шивы. Так, для вашего сведения, на всякий случай. Мадвачария говорит, что это частичное воплощение. И он станет, когда вот он останется, ну, как бы, в течение всей Кали-юги, он так и пройдет вот всю Кали-югу, он так и будет замаливать свои вот эти вот грехи. И потом, и потом в конце Кали, когда придет Калки Аватара уничтожит всех, он отправится на одну из планет семи мудрецов, эта большая медведица станет одним из мудрецов. Вот. И он в следующей юге станет следующим Гесадевой станет. Вот. Так вот. Пошел Тхам. Вот вы сказали, что Камса в прошлой жизни получил благословение, что его не сможет убить ни один полубог. А в следующей жизни, когда он стал Камса, его опять не может ни один полубог убить. Получается, благословения они на несколько жизней даются, что ли? Получается, да, что получается, ну, по крайней мере, вот это благословение, которое Шукрачарья дал. Получается так. И вот Арахиня, вот она ничего не говорила, что Кришна ее детей убивает, нет? Мне ничего не говорила. ничего не говорила, там не обижалась, как бы. Нет, ничего не говорила. Нет, Багов там ничего об этом не говорится, что Рахиня там сетывала, что-то. Это, ну, не Рахиня, наверное, Деваки. Он убивал своих братьев. А, нет, нет, не Деваки. Это были братья других жен. Это не сыновья Деваки были. Потому что вот я перечлял из девятой песни имена сыновей Деваки, там не было ни Дантовакры не было, не было ни Видурадхи не было, ни Паундараки не было, никого. Это от других жен. Другие жены, они смиренные, все, они все понимали, что Кришна зря просто так ничего не делает. Ну, поплакали, конечно, но они понимают, что все они в духовный мир ушли. Они все описывают, что они обрели сарупья мукти. Салуки саршти сами пья сарупья и кэтвам апиута. Вот есть четыре освобождения. Салуки сарупья саршти и сами пья. И вот он им дал сарупья. То есть такая же форма, как четырех рук и форму он им всем дал. Это прямо десятая песня говорится. Большое спасибо. Ну ладно. так, раз микрофон здесь. Ари Кришна, скажите, пожалуйста, что больше всего бы порадовало Кришну сегодня в день Его явления? Что бы порадовало Кришну? Его бы порадовало служение в подготовке к жанмаштами, его бы порадовало, его бы также порадовало, когда Его прославляют, рассказывают о Нем и его порадовало слушание об этом и воспевание святых имен. Ари Кришна, Ари Кришна, 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 Ари, Ари, еще громче, Ари Рам, Ари Рам, Рама, Рам, Ари, Ари. Вот это Его порадовало. Да, хорошо, Антон. А нет, давайте вот она дома дает, чтобы километры не гонять. Харе Кришна, спасибо, дорогой Махарадж, за лекцию. Скажите, пожалуйста, как попасть во Вриндаван, особенно, если ты туда не едешь физически? Тогда туда можно попасть в своей медитации. А вот как сделать такую медитацию? А нужно слушать, парикрамы слушать, парикрамы по Вриндауну слушать, и автоматически будете вспоминать, как вы были во Вриндауне. Те воспоминания, они по сути делу неотличны. Точно так же, когда вот на лекциях мы слушаем, это неотлично. Однажды Гапалат Кришна Госвами на лекции сказал вещь интересную. Если реализованная личность рассказывает Шримадбхагаватам, дает лекцию по Шримадбхагаватам, и вы внимательно слушаете, то вы получаете такое же благо, как мудрецы и мудрецы, которые слушали диалог Шукадева Гасами и Махаржа Парикшна. Все, вот еще вопросик. Сегодня можно, сегодня просады нету, постимся, можно подольше, можно, побольше вопросов, можно. А? Кришна, можно подольше, для удовлетворения Кришны. Хри Кришна Махарач, в зависимости от ответа на первый вопрос, я там уточняю еще, могу еще задать один. Вопрос такой, освобождая демонов, Кришна, ну вот, давай им Сарупья Мукти, к примеру, да, он освобождает их от их умонастроения демонического? Да, полностью освобождает. Вот, а как так выходит? Они, представляешь, вот они примерно вот так вот чувствуют, вот его убивает, такой удар, и вдруг экстаз, вот в долю секунды, вот этот смертельный удар, и вдруг экстаз, он вылетает в чистой душе, все, уже вот это тонкое тело, он свободен от тонкого тела, от ума, вот этого сверненного разума, ложного эго, он все, это все разрушается, все, он вылетает, и все, и полный экстаз, два вида экстаза, один экстаз, это экстаз, союжа освобождения, а другой, более высокий экстаз, это экстаз сарупи и мукти, либо такой экстаз, либо такой экстаз, то есть, они в восторге, они видят, ааа, и такой, присполненный благодарностью Кришне, те, кто входит в его теле, они прям, ааа, в экстазе, в тело Кришны входят, то есть, они полно все очищаются, очищаются, это такой восторг, экстаз такой, то есть, представляете, вот такая вот, ненависть, страх, вот это все смежное, бух, и вдруг, и экстаз полный, один удар, вот Кришна, это Кришна может так, ааа, то есть, получается, они даже, не желая, как бы, ну, как бы очиститься, вот мы там все время, ну, хотим там, как-то умонастроение поменять, а у нас что-то не получается, а они даже не хотели, да, поэтому, если мы хотим, чтобы какой-то демон, стал великим приемом, сказать, Кришна, убей его, я этого не говорил, шутка, спасибо, так вот, куда-то сюда нужно передать, это у нас вопросы вместо раздачи Махапрасада, Харе Кришна, дорогой Махараш, спасибо большое вам за лекцию, у меня есть два вопроса, вот, первый, если сегодня поститься сутки, и завтра тоже пост, то надо ли выходить из сегодняшнего поста, или до полудня, до завтрашнего надо поститься? Выход из поста есть, самым необходимым, Бхахстане Махараш нам рассказывал, говорит, что одного, одного фрукта достаточно, чтобы выйти из поста, просто прервать, просто прервать его нужно, один фрукт достаточно, Джайпатака Махараш говорил, что это молоко, разведенное водой, выпить, например, стаканчик молока, наполовину разведенного водой, ну, и все, экстаз, а второй вопрос, вопрос, какой стаканчик, они разные бывают, у меня, например, есть очень большой стаканчик, и вот такой вот стаканчик у меня нет, но это случайно. Можно про Дритараштру спросить? Про Дритараштру, да? Да. Я читала в Кришнабуке, ну вот... Кришнабуке, да? В книге Кришна, Верховная Личность Бога, там Дритараштру, Дритараштру, когда он... Ну вот в главе с Двакозненной царь Дритараштру, он говорит, да, он говорит, что вот Кришна, Верховная Личность Бога, поэтому все равно все произойдет, как говорит Кришна. И у меня вопрос в связи с этим, вроде как он демоническая Личность, но в то же время он признает Кришну Верховной Личностью Бога. Какие отношения у него к Кришне? Как же он, как же, как же, как же его звали? Сейчас я скажу, как его звали. Дело в том, что кем он в прошлой жизни был, Гаргамуни объясняет, кем он в прошлой жизни был, Дритараштру. А, нету, нажал. Сейчас. Дритараштру, он был в прошлой жизни царем Гангхарвов, Хамса. То есть, по сути дела, его звали Лебедь, Лебедь его звали. Хамса переводится как Лебедь. И Дритараштру переводится как Необычайная, Необычайная сила. И как у каждого полубога, у него была слабость. Это привязанность. Материальная привязанность. И эта материальная привязанность в следующем воплощении она вылилась в привязанности его к своему сыну. И это все испортило. И Дритарашта привязался к своему сыну и, можно сказать, он вот так вот скатился. Дритарашта потакал ему. Он не привязался, например, к Махаражу и Хичхире, хотя по ведическим канонам к своим племянникам нужно относиться так же, как к родным сыновьям. Точно так же. И он мог привязаться к Юхишхире или к Аджуне мог привязаться. И все бы по-другому было. И поэтому он получил освобождение, которое получают демоны. В основном демоны получали освобождение с Айюджи Мукти, они сливались с Брамаджоти. Особые личности, у которых были какие-то благословения или там ну, разные благословения, были прошлые какие-то благословения, может быть, были. Вот. Они получали с Арупи Мукти, их не так много. В основном все с Айюджи Мукти получали. И Дритарашта он получил освобождение как с Айюджи Мукти, потому что был привязан к своему сыну Дурьотхане. А Дурьотхана никто иной, как воплощение Кали. То есть он привязан был к этому веку Кали. Он к Кали был привязан. Такая вот сильная привязанность. И поэтому он получил освобождение с Айюджи Мукти, в Брамаджоти получил освобождение Дритараштар. И то по милости ведуры. И то ведуры его с собой взял, пролил на него милость. И так как он столько козней много сделал, вот ему не хватило, так сказать, чтобы на Вайкунху попасть. Он попал в Брамаджоти. Дамаша. Хри Кришна, Мухараш, спасибо за лекцию. Я хотела уточнить вот Васудева, Васудева, у которого сын Шукадева Гасвами, Васудева, у которого сын Кришна, это одна и та же личность или разная? Еще раз, Васудева. Васудева, которого сын Шукадевы Гасвами. Это Вьясадева. Это не Васудева, это Вьясадева. Это же мы читаем вот эту вот, вот эту шлоку, читаем, как она. Идам Бхагаватам, нама, Пуранам, брам, асамитам, адхитаван, двапарадав, питур двайпайна, тахам. Адхитаван, двапарадав, Вьясадева, пришел в конце два параюги. Питур двайпайна, тахам. Его зовут Двайпайна, и он является Питур, он является моим отцом. Агам, моим отцом является. То есть, это отец, Вьясадева, отец. А Васудева, это отец Кришны. Как всякие могущественные личности, очень могущественные личности, Ешода, Ешода и Инанда Махарадж. У них много-много экспансий. У Ешода, Инанда Махараджа. У них первая экспансия, это в Двараке и в Мадхури, это Васудева и Деваки, это экспансии Ешоды и Инанда Махараджа. И потом следующие экспансии, Кашьяпа, Дити, Сутапа, Пришни и так далее. Это все экспансии, экспансии все Ешоды и Инанда Махараджа. Они изначальные родители Кришны. А это все их экспансии. А сколько лет жили вот этот и другой? Как долго они жили? Кто? Кто-то в том времени и кто-то в том е Продолжение следует... Прям... Продолжение следует... 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 Вот так. Давайте туда. Все, вот это последние вопросы. И мы закончим. Харе Кришна, дорогой Махараджи, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос, связанный с прохладой Махараджи. Можно задать? Всем известно, что он отказал Нирсимхадеву отправиться с ним, ввиду того, что он не может оставить служение своего духовного учителя. И мне непонятно, а чем он сейчас занимается, что он делает вообще, как у него дела. Спасибо. Ну, хорошо у него дела. Хорошо у него дела. Как он там сказал? Он говорит. Меня, говорит, волнует одно. Одно меня волнует. Что это демоны и негодяи продолжают наслаждать свои чувства. Вот это меня волнует. Это моя основная боль. Пархлада Махарадж говорит в седьмой песне. Седьмой песне. И если я не ошибаюсь, можно изучить этот вопрос. Но он является, говорится в Бхагавадгите, лучший среди демонов. Лучший. Есть еще один такой демон, тоже достойный ему. Это внук его, Бали Махарадж. И Бали Махарадж находится на одной из Билва-Сварг. И, если я не ошибаюсь, Пархлада Махарадж тоже там же находится. Они как бы демоны, но лучший среди демонов, потому что они преданные. Там есть система этих Билва-Сварг. Там есть Тала, Махатала, Сутала, Патала и Тала-Тала. И тут система. И вот на Сутале находится, в Аманадеф находится, и Бали Махарадж. И вот Пархлада Махарадж тоже где-то в какой-то системе находится. Это райские, это низшие райские планеты. То есть там нет разделения на день и ночь. Там постоянно ночь. Там солнца, туда уже лучи не достигают солнца. И там демоны живут, они наслаждаются там. Ну, как в раю только... Ну, почти как в раю, только солнца нет. Ну, и как-то по-своему, немножко по-демонически. И там змеи, очень много змеи. И там змеи, они не кусают их. У них драгоценные камни на головах, и эти камни сияют. И демонам нравится такой антураж. Змеи, камни сияют, все. А полубогам это не нравится. И там также наги, они находятся тоже на разных планетных системах. Наги находятся. И там у них, там они тоже, вот их прибежище основное, нагов среди демонов, на планетах Билова Сварга. И они там вот служат им так, освещаются. Простите, а чем он там занят? Что он делает на этих планетах? Наслаждается? Ну, не, он, наверное, проповедует там. Ему, конечно, непросто проповедовать. Вот нам проще. У нас в господь Читании Шелп-Рупада пришел. Нам проще. Там посложнее проповедовать. Спасибо. Интернет. Вопрос от Матжи Адигауранги Деви Даси. Ари Кришна. Испытывает ли Кришна какие-нибудь неудобства, когда его мурти уничтожают или оскверняют? И почему он вообще такое допускает? Я слышал такое, что Кришна как входит в мурти, так может и выйти из него. Когда Кришне поклоняются, например, с отклонениями какие-то, ну, какие-то отклонения от ващнавской, демоны какие-то, то Кришна может уйти из мурти. И точно так же, когда мурти начинают осквернять или что-то, Кришна может уйти просто оттуда и все. Он просто уйдет оттуда и все. И Кришна знает свой план. Если эти мурти переплавляют, он уходит оттуда. Но если эти мурти, допустим, прячут где-то в земле, в озере и так далее, Кришна знает, что потом Госвами их найдут и так далее, он оттуда не уходит. И он находится прямо под водой, вот этих мурти находится. Потом их находят, находят. Кришна там, снова этим божеством поклоняться начинает и так далее. Кришна может и так, и так поступать. А может он и уйти из этого мурти, а потом, когда вытащат этого мурти, может войти в него. Кришна как хочет. Он сварат. Он полностью независим. Омнаму бхагавате васудэвая джанма дьяся ято сварат. Он независим, поступает как хочет. Может делать все, что угодно. Подхарми, не подхарми. Так, так. Поэтому его не вычислишь. Так, еще? Есть? Все, последний вопрос, да? Все, спасибо вам большое, дорогие преданные. Поздравляю вас с днем явления Кришны. Называется Шри Кришна джанма аштами. Восьмой день. Убывающий, да? Убывающий луны. Потом, радаштами, это восьмой день прибывающей луны. Очень легко запомнить. Кришна, он темный, поэтому луна убывает, темнеет, да? А Шимати Радхарани, она золотая, у нее лицо, как луна сравнивается, да? Значит, полное на прибывающую луну. Вот, поэтому сегодня день служения, пожалуйста, послужите. И также я вас еще раз прошу, присоединяйтесь к нам, к полному посту до утра. У нас на Кусунена будет ночное, ночное бдение, ночное воспевание. И результат такого воспевания, такого ночного бдения, такого поста в тысячу раз больше, чем на Икадыше. Вот на Икадыше, это благо огромное получаешь, а тут в тысячу раз. И то же самое, и то же самое два Икадыш, если проведешь на картике в арендаване, они имеют такое же могущество, как вот сегодняшний, как сегодняшний день. Поэтому не пропустите, пожалуйста, мы посвятим новому храму, посвятим нашему проекту Галукатхами, посвятим таким программам, программам Гавра-клуба, посвятим Галукафест, Икадыши, Гавра-найт, чтобы такая вот огромная-огромная такая пошла духовная сила. Вот если мы чему-то посвящаем, чему-то не для себя, то тогда нам еще благо в сто раз больше прибывает. Это говорится в Харибах-Тивилас, если мы кому-то чему-то посвящаем. Так что ради этого стоит, можно пойти на аскезу. Главный праздник, главный праздник Гавдио-Вайшнау. Шимад-бхагадам-гран-тарач, кей! Шей-лабрупады, кей! Шей-кришна-джан-маштами-авир-бава-махам-аховцева, кей! Нитай-гора-бариманан-дей! Ари-ари! Ари-ари!